Сейчас мы приступаем к следующему, скажем, докладу. Это Олег Разумовский. Я его пока передаю слово, пока там, скажем так, нагружается презентация. Добрый день. Я думаю, что мы не сильно выбиваемся из графика. Если смотреть на наше телевидение, то мы вообще идеально там следим плюс-минус пять минут. Да, пожалуйста. Будем стремиться выдерживать регламент. Добрый день. Меня зовут Разумовский Олег. Я хочу коротко представить наше видение, подходы и, в общем, определенный практический опыт в таком вопросе, как контроль и управление рисками, возникающими при эксплуатации... Я вот-то... IT-форум. Нет, вот IT-форум. А, так-то, это просто форум. Да. Контроль и управление техническими рисками при эксплуатации инженерных систем в зданиях и сооружениях. Пока вот будет загружаться, да, я коротко скажу о компании. Значит, компания Smartmatic, достаточно молодая компания, ей всего два года, но в своих рядах она объединила специалистов с более 15-летним опытом работы. В таких областях, как системы электроснабжения, энергоэффективность в зданиях, мультимедийные системы, системы комплексного управления. На сегодняшний день мы для своих заказчиков обеспечиваем полный жизненный цикл своих решений, начиная от разработки концепции объекта с анализом технико-экономических его показателей, комплексного проектирования, поставки, монтаж и наладки оборудования, соответственно, создание, поставка и настройка программного обеспечения, и подготовка персонала, и последующее сервисное обслуживание. Здание мы рассматриваем как объект ведения бизнеса, то есть здание для своих клиентов предоставляет определенный комплекс услуг, это, собственно, они образуют доходную часть этого бизнеса. Но для того, чтобы обеспечить их необходимый уровень качества, определенную надежность, нужно рассмотреть систему рисков, которые возникают при функционировании технических систем здания. Риски, которые мы рассматриваем, относятся к техническим системам, и они относятся к операционным рискам. На сегодняшний момент мне удалось найти статистическую информацию о том, что операционные риски в телекоммуникационных компаниях могут достигать до 10% годового оборота. К сожалению, что касается технических рисков, такой наработанной статистики у меня нет, но опыт уже каких-то работ и последствий, связанных с устранением возникших ситуаций, показывает, что даже незначительные поломки в технических системах могут привести к достаточно серьезной... У нас были прецеденты, когда остановка рабочих мест продавцов одной компании сформировала неполучение ими дохода в размере 80 тысяч евро. Есть случаи, когда нарушение климатического режима хранения определенной продукции приводит к полному ее разрушению и потере ее товарного вида. То есть, на самом деле, в таких системах достаточно небольшого события, чтобы возникли достаточно серьезные проблемы, последствия. Комплекс технических систем здания достаточно насыщенный. Это все виды систем, которые оперируют с водой, электричеством, с воздухом. Это комплексы систем автоматики, это системы безопасности, системы телекоммуникационной, мультимедиа и целый комплекс информационных и управляющих систем. И действительно, разобраться и смоделировать какую-то систему управления рисками достаточно сложно получается в таких условиях. Как мы подходим, то есть, какой подход мы реализуем в наших проектах? На начальном этапе, который может занять достаточно длительное время, но он с торицей это время окупается при дальнейшей реализации проекта, это определение оптимума или баланса между глубиной и охватом сервисами и автоматизацией, с одной стороны, это, собственно, доходная часть, и недопущенным ущербом, что, собственно, транслируется непосредственно в качество услуг и эффективность эксплуатации. Определение такого баланса является ключевым для выработки последующих проектных решений. Дело в том, что критериями для расчета такого баланса является основной бизнес-процесс здания, то есть управляющая компания, которая, собственно, эксплуатирует здание и предоставляет услуги арендаторам либо его пользователю. И вот этот баланс, он должен вписываться в понятие ориентабельности, в понятие окупаемости и так далее. То есть без наличия такого баланса мы не можем гарантировать, что решения, связанные с обеспечением надежности, с обеспечением определенного качества услуг, они будут эффективны с точки зрения экономики. Когда мы такой баланс определим и выйдем, и сторона заказчика, и сторона исполнителя понимает адекватно и однозначно этот баланс, то тогда уже можно говорить о разработке проектных решений для всех остальных подсистем. При разработке этих решений, естественно, учитываются вопросы, связанные с обеспечением определенного уровня надежности. И вот мы являемся генераторами вот таких вот технических заданий, которые потом поступают уже непосредственным исполнителям. Когда системы создаются, основные инженерные системы, то синхронно с ними создаются комплекс систем управления и мониторинга. В зависимости от класса объекта, его назначения функционального, эти системы называются либо системой управления зданиями, либо SCADA системой, системой уровень технологическими процессами. Если речь касается только IT-систем, то это системы SNMP-мониторинга. Системы управления зданиями, это то, что в английской аббревиатуре называется Building Management System, это достаточно широкий класс систем, и основные задачи, которые они выполняют, приведены на этом слайде. Это контроль параметров работы оборудования всех систем, учет потребления энергоресурсом не только объектом, но и его арендаторами, его всеми пользователями. Визуализация работы и организация рабочих мест диспетчеров. Комплексное управление работой всех технических систем с учетом технологии функционирования объекта. Минимизация рисков, связанная с инженерным оборудованием. И индивидуальные системы управления для отдельных клиентов, которые должны быть состыкованы с общей системой здания. Система управления зданием интегрирует практически все сервисы, все службы, все подсистемы здания. Это четыре класса систем. С одной стороны, это инженерные системы, это системы безопасности, это информационные, аудиовизуальные системы и комплекс расчетно-экономических систем, куда входят не только классические задачи по бухгалтерскому налоговому учету, а также комплекс задач по управленческому учету, биллинговая система и систему управления эксплуатацией здания. Такая вот представлена на слайде средняя, усредненная структура системы управления, которая показывает, что в такого рода системы интегрируется на верхнем уровне. Три класса задач по управлению. Это задачи по управлению зданием как объектом ведения бизнеса, то есть это его эксплуатация. Задачи связаны с технологическим контролем. Это диспетчеризация управления работой инженерными системами и комплекс задач, связанных с управлением, мониторингом работы телекоммуникационных и информационных систем. Я не рассматриваю отдельно пока системы безопасности, потому что в принципе для таких систем существует отдельный центр безопасности, но они тоже интегрируются в такого рода систему и производится взаимный обмен информацией. Почему? Потому что при анализе каких-то ситуаций, чем полнее мы видим и чувствуем объект, тем адекватнее и эффективнее мы можем отреагировать. На нижнем уровне система управляет агрегатами инженерных систем. Это то, что принадлежит инфраструктуре здания и потенциально может управлять практически любыми элементами инженерных систем, присутствующими в помещениях. Но они могут быть как принадлежать инфраструктуре здания, так и находиться в зоне работы арендаторов. На этих слайдах представлены примеры экранов, которые визуализируют, показывают работу диспетчера, то есть показывают, вернее, не работу диспетчера, а ту информацию, с которой он оперирует. То есть на этих экранах собирается информация в реальном масштабе времени со всех систем, дается информация о установках определенных, которые заданы для тех или иных режимов. Фактически дается полная информация о наблюдаемой системе и одновременно в определенных полях экрана выводится информация о различных ошибках и проблемах, которые обнаружены на объектах. Система дает возможность управлять непосредственно каждым помещением. Соответственно, это позволяет не только настраивать и оптимизировать энергетические режимы, позволяет также мониторить качество услуг в каждом помещении, но и заодно контролировать различные риски, которые могут возникнуть. Система управления, кроме задачи сбора данных и визуализации, основная их задача – это анализ и идентификация предаварийных и аварийных ситуаций. Ввиду того, что все события, которые в системе возникают, они фиксируются в системе, протоколируются, то в такого класса системах существуют так называемые аларм-процессоры, которые пытаются идентифицировать в этом потоке входной информации различные ситуации, связанные с тем, которые могут представить безопасность для функционирования технического оборудования и для жизнедеятельности людей. И, соответственно, эффект самой системы, ее ценность заключается не только в такой идентификации, а и в определенной глубине автоматизации устранения либо предотвращения подобных ситуаций. Причем этот комплекс, причем я говорю автоматизированных, потому что очень часто в разрешении этих проблем одних технических средств недостаточно, но и определенные организационные процедуры. Следующий класс систем – это система SNMP-мониторинга. То, что касается контроля технологического оборудования, которые обеспечивают работу IT-систем, тоже является достаточно интересным для оценки того, как качество работы инженерных систем может негативно отразиться в случае какой-то проблемы на эффективности бизнес-процессов, которые, собственно, обслуживают IT-системы. На сегодняшний день мы предлагаем для наших проектов несколько программных комплексов, которые берут на себя функцию представления в SNMP-сети устройств, которые потенциально в ней не могут присутствовать. Это инженерные системы, это всевозможные датчики, это комплекс мультимедийных систем. То есть на сегодняшний день у нас есть программный продукт, который позволяет собирать информацию с первичных систем, поддерживая два независимых канала связи, чтобы гарантировать доставку информации в сервер сбора данных SNMP-систем мониторинга, взаимодействует с системами IP-телефонии, поддерживает аутентификацию и авторизацию пользователей. И основное назначение таких систем – это система диспетчеризации SNMP-мониторинга, а также в перспективе то, чем мы занимаемся, это поддержка работы мультиагентных систем. Чтобы уложиться во время, я покажу последний слайд, который показывает, что подобного класса программного обеспечения позволяет строить достаточно широкого класса системы мониторинга, которые могут обслуживать и необслужимые объекты, могут покрывать достаточно группы зданий и фактически, что называется, обеспечить полную наблюдаемость тех процессов, которые происходят на объекте. И вот, резюмируя свое выступление, хочу, в общем-то, подвести, как-то воедино собрать все мероприятия, которые мы можем реализовывать для того, чтобы минимизировать риски, связанные с функционированием инженерных систем. Значит, первое, за счет чего можно минимизировать риски? Это четкое определение показателей качества и эффективности работы и обслуживания инженерных систем здания. То есть, должны быть очень четкие критерии, к которым мы можем привязываться и относительно которых мы можем строить и экономическую политику при разработке тех или иных мероприятий. Это адекватность проектных решений с этим показателем, что очень важно, что одно дело эти показатели вначале определить, другое дело эти показатели должны быть воплощены в жизнь и во время сдачи объекта в эксплуатацию эти показатели должны соответствовать проектным показателям. Иначе мы не сможем адекватно спроектировать систему управления рисками. Архивирование всех необходимых событий в системе с тем, чтобы мы смогли иметь базу уже для последующего анализа ситуации. Идентификация полномочий и авторизация диспетчеров позволяет снять риски, связанные с несанкционированными действиями и воздействием персонала. Автоматическая идентификация предаварийных и аварийных ситуаций это достаточно сложный комплекс инженерной аналитики, который позволяет снять достаточно серьезную нагрузку диспетчера и свести до минимума влияния субъективного фактора самих диспетчеров на разрешение каких-то ситуаций. Это целый комплекс автоматизированных процедур предотвращения и устранения последствий аварии. Автоматизированные процедуры обслуживания инженерных систем. Ну и что мы зачастую предлагаем своим заказчикам это создание независимых от объекта и сервисов по диспетчерскому и сервисному обслуживанию тех систем, которые у заказчика создаются. Это дает возможность нашим экспертам контролировать процессы на объекте и оказывать адекватную консалтинговую, инжиниринговую поддержку в процессе эксплуатации. Я, наверное, уложился вовремя. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. Рад буду увидеть и услышать ваши вопросы. Спасибо.